Помогите, дети тонут! Такой крик услышал Алексей Виноградов, житель заречной части Бийска, когда вечером 14 июля пришел на реку Бия искупаться. Мать сообщила, что детей двое, что вызвали МЧС. Как рассказал Алексей Валерьевич, детей не было видно. Он поплыл на удачу, лишь бы найти. Сегодня в этом зале мы собрались, чтобы отдать дань уважения жителю города Бийска, который спас самое ценное, спас человеческие жизни, спас детей. Двое ребятишек, 10-16 лет, по сути, тонули. И детям повезло, что рядом в этот момент оказался отважный мужчина. Протока между островами, течение действительно сильное. Алексей Виноградов услышал крики детей, увидел, что старший держит на спине младшего, но сил выбраться из потока нет. Предупредил детей, плыву на помощь, не кричите, чтобы не захлебнулись. Не доплывая метров пять до них, оценил обстановку, что волосы у них короткие, золосы не вариант тянуть. Что получается, старший ребенок держит младшего на плаву. Все, не сговариваясь, получается, младший ребенок присыл мне на спину, старший ребенок выплыл сам. Хотел отметить вот момент, что поведение старшего брата, что там реакция была заметна, что он до последнего вздоха будет бороться за жизнь младшего брата. Считаю его тоже героем. После случившегося медики диагностировали у старшего мальчика обострение бронхиальной астмы. Младшему госпитализация не потребовалась. Известно, что до этого инцидента семья на профилактическом учете не состояла. Все было на рефлексах. Я говорю, что хорошо плаваю. Но я сам шокирован, что прямо анализируют, что за эти дни, что произошло. Что прямо да, я был готов на ситуацию. Тут было много отдыхающих. Вот вопрос, что все-таки детей уходило двое, а поплыл я один. Все-таки, по идее, мне бы помощь второго, возможно, не помешала. Чтобы для гарантии, когда я узнал, что я один, то что это еще лишний раз мобилизировало. Надеяться, больше было не на кого. Как пояснили в прокуратуре города, в Бийске утвержден реестр пляжных зон отдыха. Три официальных пляжа, где разрешено отдыхать. Еще 24 объекта, где купаться нельзя. Место, где тонули дети, входит в их число. Вдоль берега выставлены специальные информационные знаки, запрещающие купание. Мама пострадавших мальчиков, она знала о том, что купание там запрещено. Ввиду этого, в настоящий момент прокурором краем на контроль поставлен вопрос о привлечении законного представителя этих несовершеннолетних административной ответственности по 5.35, поскольку в данной ситуации мама была не права. И, соответственно, семья данного ребенка будет поставлена на профилактический учет в органы системы профилактики. В прошлом году в Бийске утонул один ребенок. Сейчас несчастного случая удалось избежать лишь благодаря неравнодушию Алексея Виноградова. Для каждого из парней 14 июля стал вторым днем рождения. Ксения Цапко, Евгений Казанцев, Будня.